подожди-ка татьяна я тут что-то не идет постой так держись пока не отходи сейчас я попробую может быть у меня подсоединиться какое дело то тут что это у меня получается сейчас минутку-минутку здравствуйте Игнатий Техныч Мирс Вам видно меня? да видно видно все хорошо так я Вас вижу практикам Игнатий Техныч я сегодня пришла опять к подруге я не из дома я пришла с вопросами к Вам так у нас все записывается выставляется в интернет Вы не против? нет ну все тогда говорите ну я обычно очень много записала хорошо я слушаю у меня спрашивают нужно ли вот десятину давать если например в день рождения и на день рождения дали деньгами ну предполагают что на эти деньги чтобы что-то купить то есть дали какую-то сумму денег на день рождения в виде подарка с этой суммой нужно десятину давать? ну видите как если в одни и те же руки какая разница Вам не надо решать на что он потратит Вы должны дать священнику а остальное Вас не касается нет я не имею ввиду не священнику это мирянин спрашивают мирянину подарили деньги ну а куда он хочет отдать если он церковный человек он должен десятину дать священнику а если не церковный то к нему и вопросов нету он делает как хочет нет нет Игнатий Тихонович опять Вы меня не поняли не понял так подождите почему я не понял то не пойму один брат спрашивает десятину он платит десятину платит но десятину зарплат как Вы сказали там да понятно а когда ему на день рождения не подарили деньги просто на день рождения деньги подарили ну да ну да суммы то тоже надо десятину давать видите как подарили это дарственное Ян Златоуст говорит нищий что собирает около церкви должен отдать десятину ага ну вот отсюда делай вывод спаси Христос не ну это не мои слова это я беру то есть какого ранга люди Златоуст у меня еще тут вот на днях интересный случай был ну были же праздники немножко все отмечали эти праздники одна женщина сестра ну видать немножко там я знаю шапанская была наверное и она осмелела так бы она не спросила ну из-за того что немножко как бы вот обычно выпиши можно спросить вот она меня спросила вопрос когда у нее было значит 15 лет ну сейчас ей вес 45 я так думаю где-то в 15 лет ее крестили у нее в этот момент во время крещения были женские дни то есть нечистота она говорит я скрыла священника об этом ничего не сказала очень сильно болел в этот день священник ничего не мог понять ну вот она постеснялась скрыла ну там тоже было мочение головы теперь она говорит меня совесть мучает и у меня какое-то подозрение было ли крещение вот и вы мне скажите ну крещение может быть понятно что надо а вот с миром помазанием как понимаете такая запутанность в этих вопросах а у нее как крещение было с полным погружением ну нет конечно ну нет ничего и не было ей разговаривать нечем это обман нет такого крещения христос такое не устанавливал это попы беззаконничают ничего и не было думать не о чем вот я приехал в одно место здесь ну болотный называется городишко такой ну и священник там протоиерей такой прямо уже самый-самый-самый но тут женщина издалека приехали с севера и у ней как раз открылось это он подошел ко мне и спрашивает что делать я ему открываю канон и показываю если женщина в нечистоте она к святыне не прикасается а что делать ждать раз далеко приехала то где-то примите ее пусть она посидит и тогда проверит вот в Израиле очень четко на это смотрят не просто таинство а вообще нельзя и показывает полицейский вот представьте такую картину фотография полицейский и рядом перед ним стоят женщины в ряд и он каждый заглядывает во влагалище и смотрит кончились выделения или нет и даете справку миг дальше она омывается идет к мужу и всю жизнь живут как будто первый раз встретились вот какая любовь полицейский прямо стоит наклонился и там через лупу разглядывает у нее и они не стесняются ничего а как по-другому вот они сумели это сделать Израиль сегодня прямо сегодняшняя это она сама за собой знает знает зачем же подходил это а я постеснялась тут стеснения нет никакого это зловредность постеснялась Игнатий Тихонович а миропомазание не знаю это уже не в моей сфере миропомазание если она будет крещать крещение принимать миропомазание не повторяется никогда понятно даже если вот она была нечистотим но по малах она не честная и неправильно крещено неправильно она не была крещёная не то что неправильно а не не была крещено крещение переводится погружение тауфа баптизин перевода нет другого слово от креста это только по-русски по-славянски нигде этого нету ни в одном языке там везде говорится погружение Погружение Слово крещение нет такого Где крещение, там стоит погружение Это наши переводчики Отдали предпочтение Слово крестное страдание И поэтому крутят верти Песком надо слюнями И слюнявились песочники Теперь значит Чтобы принять крещение К священнику она должна Подойти и все это объяснить Обязательно В 15 лет произошла такая ситуация Обязательно Даже сегодня уже Если бы она была крещена правильно Она объясняет А когда неправильно крещена Объяснять даже и не надо Она где будет принимать крещение Там она должна сказать Скажет такое дело было Крещение то недействительное Не надо убеждать А священник скажет Нет, нет, нет Раз ты была моченой Крестить не надо Отойди от него Как от лютого волка Это разбойники Захватили пират Пираты захватили корабль Спасибо, Христос Игнать Тихонович У меня еще Что-то Как сказать Переживание такое У нас есть одна пара Мама с сыном больным Он ДЦП Одна бабушка рассказывала Она поделилась с ними Ну как-то Не мне лично А другой бабушке А я с той общалась В своей очереди И она сказала Что вот этот ребенок У нее ДЦП Но они сами По национальности Татары Когда она родила То ребенок сразу Диагноз ДЦП И вот в какой-то момент Ребенок Ну он еще маленький Был наверное Лет 4-5 Или 3 годика Точно не помню Она сказала Было явление Ну там скорее всего На грани сна и бодрости Я сейчас точно не помню Она как сказала Явились ей два старца С Длиной Бородой Она тоже Она не сказала Кто И сказали Иди в церковь Вот она стала Ходить в церковь Покрестила этого мальчика И у него ДЦП Ну как бы Я сказала По нашему легкой форме То есть он сейчас Там ходит Они постоянно ходят Но скорее всего Инвалидность все-таки Не сняли Инвалидность есть Видно что он И вот они постоянно Ходят Она служит Подсвечник И каждое Воскресенье Его причащает Но сколько я вижу Он приходит На исповедь И не исповедуется Ни разу То есть его накрывают Разрешают И сразу К причастию Полезно ли ему Вот так подходить Или может быть Не с ней поговорить И сказать Что все-таки Он исповедовался Или все-таки Не власть Это не мое Я не священник Заочно Какое у него состояние Это священник Только определяет С ним можно поговорить С батюшкой Может быть Он действительно Такой больной Что не соображает Поэтому ничего тут Такого и нет Привилегии На идиотизм Не все обладают Вот такое есть выражение С идиотов Не будет спросу По полной программе Это вот с нас будет Есть в одном месте Говорит А раз вы говорите Знаете Говорит То грех на вас Господь сказал Если бы не верующий был Не знал Тогда один вопрос А когда вы говорите Мы это без себя знаем Знаете А нарушаете Значит Поэтому ответите Как должно Я у вас смотрела Ролик Как-то о благодействии Ну сейчас Не могу сказать Какой точно Мне очень так Понравилось И сестры ходили И появляется Такое желание Думаю Если бы я была А у вас Я бы с вами ходила Но здесь у меня Конечно Нет такой возможности Вот Скажем Я как бы здесь одна И потом Даже если я сейчас Ну пойду Евангель Возможности У меня конечно Раздавать нет Если только Вот вашу информацию Я вот распечатала Буду скорее всего Раздавать Но на работе Вот попробую То что вы мне скидывали Вот такую Всю информацию О вас Вот Такую можно Ну да Ну да То есть О нашем сайте Да Да Вот это все Ну как бы Ну хоть Какое-то небольшое благовесие То есть Я о вас Вы о Библии О Христе Это не о нас Это материалы Которые у нас Легко достать Хотя бы Потому что думаю Если я встану Где-то на улице У милиции Будут вопросы И что я скажу Вот Опять-таки Если даже На это пойти То Как у вас У вас же есть разрешение У меня вообще Ничего нет Ну я вот стараюсь Просто На работе Пока среди людей Своих Вот что Вы сказали Одно слово Тяжело слышать Для меня Что вы одна Это плохо Как так Одна Вы уже на одном месте Живете И говорите Пень И тот Обрастает Ну У меня Как говорится Это Как сказать Одна Почувствующих Много А так Так Я вам скажу Я сейчас Как закончим Говорить Я сброшу Один материал Вам из моей книги Открытым оком Третий том Как образовать Общины Там есть такой Материал Он называется Пособие При изучении Евангелия От Марка И вы по нему Кого-то пригласите Ну человек Пять-десять Будет Там написано Сколько человек Какие вопросы Задавать И когда вы Закончите Это может Уйдет Месяца Три Евангелия Одно Евангелие Все указанные места Обязательно Считать Рассуждать И кто-то Должен быть Руководитель Кто-то Там На дому Собирайтесь Но Теоретически Желательно Пригласить Батюшку А практически Он не пойдет И сделает Вам вред И меня спрашивают А если вы знаете Зачем приглашать Затем Чтобы не было Упрека Что мы тут Где-то Тайничаем Он не пошел Он скажет Я не пошел И не благословляю Скажет Батюшка На это ваше благословение Нам не нужно Господь сказал Идите по всему миру Вы превысили Свои полномочия Он объявит тебе войну Ты видишь Что у меня голуби летают Да 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 И вот ему Так и скажите Скажем Это я не картошку Копать пошла А благовествовать Дух святой побуждает Он может сказать А я не благословляю Это ничего не значит То есть От него это не зависит Оно это дело Благословенное Богом Духом святым От него уже ничего не зависит Он может благословить Когда пошли Чтобы вас не напали Не тронули Вот на это он может благословить А проповедовать Не проповедовать Ему это не дано Благословлять на это Нету Это повеление Божие Повеление И оно благословено Богом Они не понимают Попы этого Лезут везде с благословениями Одна подошла Тут и Ну с другой деревья Наша сестра Нина Жолнирова Поехала туда В стачки Ну и молится там А кто тебе разрешил Земные поклоны делать Он говорит А батюшка благословил Я говорит Такого не слышал Он на молитву благословил Ну вы что играете-то Благословил Я пошла Сейчас на автобус И еду далеко Я иду за благословением Чтобы по его молитвам Батюшкину Бог расположил Сердца людей Я в автобусе буду свидетельствовать Она проповедница Вот это да А просто идти Но это не надо благословения Никакого Оно уже благословено Я священнику сказал Чтобы только молился О сохранении нашей жизни Вот надо как рассуждать Вот сколько Неделю назад Наверное Мы с вами разговаривали И сразу после этого Я поехала Ну к одной сестре Своей Повезла значит Ваши материалы Евангелие Новый Завет Один том Сейчас не помню какой Но неважно Взяла с собой Ноутбук Как он называется Открытый моем? Нет Нет Ну компьютер в этом По-другому Как он называется Планшет 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 Да Чтобы показать Потому что у нее нет Компьютера нету Я как бы Рассказать о вас Потому что когда я Например летом была Перед тем как крещение Принять в Москве Господь так устроил Промыслительно Она жила в Москве Лет наверное 12 В 8 лет ухаживала За тяжело больной бабушкой У которой скорее всего Было обезнование Она в последнее время Очень тяжело болела И как сестра говорит 3 месяца Прям криком кричала Ничего не делала Очень она с ней мучилась И ночью не спала И так за ней сильно ухаживала И всех просила Помолиться Все заказывала И со схимницей служила И меня просила Я там тоже 40-го заказывала В общем очень тяжело с ней было Я собралась в июне поехать Не получилось Потом уже когда собралась В августе Ну отпуск у меня был И я ей звоню в среду И так удивительно было Я говорю Что значит воля божьей Поехать с ней Я уже настроилась на крещение И ехать к отцу Кирилла На Берсеневку И вот я ей звоню в среду Она говорит Бабушка сегодня умерла А мне же где-то надо жить Остановиться И она жила у этой бабушки Ну в чужой квартире двухкомнатной Я говорю Надо же какое чудо Так долго умереть не могла Даже и не кушала Там два месяца могла Вообще не кушать Ну вот она умерла Значит И я приехала И три ночи у нее ночевала Мы вот жили на квартире Но я пыталась что-то говорить Про храм На Берсеневке Да Она настороженно стала воспринимать Ой что-то ты не туда ходишь Она сразу подумала Что я попала в какую-то тексту Но я поскольку еще Сама не знала Будто у меня крещение Нет Не стала их говорить Чувства она не воспринимает Я пока Ну не стала ничего ей говорить Думаю пройдет время Когда я приняла крещение Вот сейчас уже Я уже спокойно Я взяла все материалы Как бы доказательства Чтобы не на словах говорить Взяла вашу визитку Значит С планшет Взяла новый завет Чтобы ей все показать Но моя немножко была ошибка в том Что я конечно помолилась Просила Бога Чтобы он От меня-то мое дело Сказать А принята она или нет Это уже не от меня зависело Но поскольку здесь и праздники были И я только потом Когда приблизилась к ней Почувствовала немножко запах алкоголя То есть Я так думаю Немножко она выпила Только я не видела когда До меня Или уходя куда-то Ну я разговариваю конечно Духовно всем Вот это все объясняла Сказала фотографии А брала еще К истинному православию Чтобы сказать Там фотографии Она смотрела Смотрела Молчала Я ей рассказывала А когда у вас там есть дети Это фотографии Очень красивые Как на Пасху одеты Ну это чисто детишки сидят Она когда увидела Эту фотографию Она говорит Ой что ты одета Не по православному Но говорит Моя душа не воспринимает Это не говори Я говорю У тебя авторитет Кто? Для меня например Библия Она говорит А для меня патриарх Ну я начала немножко Говорить то как вы говорите Ну то есть Она не стала воспринимать Она говорит Нет-нет-нет-нет-нет-нет Но уехала я с тем Что она не восприняла И смотреть не будет Интернет Нет, я и смотреть не буду И слушать не хочу Очень жаль конечно Но Надеюсь только Что молимся Друг за другом Может быть придет время Абсталтирь Я еще хотела сказать Вот прям на днях В Лавку Я как раз была вчера В одном храме Тоже уже вот так Вот повязывался Как вы говорите Но вопросов не было Исповедовал Священник ничего не сказал потому что он знает, что в соседнем храме у них единоверческая община уже есть, что они так же ходят одеты, поэтому вопросов у нее не возникло. В Лавке, когда я зашла, спросила у сестры, есть ли у вас псалтерь на русском, чисто на русском, она говорит, где види есть? Я удивилась, говорю, вряд ли. Но она говорит, вот, показывает. Я говорю, ну это же русскими буквами, но церковно-славянские слова. Она удивлена. Я что-то не знаю такого, не видела, не слышала. Я говорю, ну в Библии посмотрите. То есть они настолько удивляются, даже понять не могут, что такое есть русское на русском. Получается, что они никто не читали в русском. Вчера, буквально еще на днях, на работе женщина одна подходит, я прямо удивляюсь, кого Господь посылает. Она говорит, ну ничего не понимаю, псалтерь читает тайну церковно-славянского. Была в нашем, есть местный на Свято-Архангельском, женский монастырь. Она там ездила, она там спрашивала, ей говорят. Ну вот псалтерь есть с таким. Ну там небольшой заголовок, пояснение только. Я говорю, да это не то опять. Их разных псалтерей. Там есть зоопокои, такие-то, такие-то. Я говорю, ну читай, читай. То есть опять она говорит, я читаю, но я не понимаю. Ну вот я говорю, давай с тобой поговорим, я тебе принесу, покажу. У тебя Библия есть? Она говорит, нету, только Новый Завет. Ну вот так вот мы переговорили. То есть у людей есть интерес, есть вопросы, но никто им не отвечает на эти вопросы. Да, у меня еще интересный час был, Гнатис Тихонович, я вам прочитаю небольшой. Я все переживаю. У нас такой директор мужчина интересный, человек своеобразный. Но у нас очень престижный лицей, школа, как бы, то, что стихи я выпускала, я ему там тоже читала, посвящала, он это все знает. Но у нас он очень сильно много курит. И мы как с ним об этом разговаривали, он человек крещеный, он говорит, я в себе его был, но человек, чтобы проще было понятно, скажем, не воцерковленный. То есть скорее всего может быть и неверующий, то есть вне церкви живет. То есть чисто мирской. Я ему, когда стих прочитала, сейчас я вам прочитаю, и потом мы с ним. Курить я бросил. Курить я бросил, наконец, свободно легкий, надышу. Все говорят, мне молодец, дай закурить уж не прошу. В киоск не надо торопиться, за сигаретами бежать, и можно опытом делиться, как свои страсти побеждать. Настали лучшие деньки, здоровье стало свое ценить. На сэкономленные деньги буду же нет цветы дарить. В дыму табачном не сижу, мир стал прекраснее двойне. Курильщиков я не сужу, у них осталась боль во мне. Я им желаю всем удачи, табакозависимость пресечь. Пусть будет день без сигареты, начать, и на ночь без нее же лечь. Пусть легкие свободно дышат, я ненавижу никотин. И пусть меня все слышат, такой я в мире не один. Но он оставил этот стих, я пока ушла, полы-то мыть, говорю, ну вы пока почитайте. Потом я зашла, и мы с ним стали разговориться. Он говорит, да ведь я бросал, три с половиной месяца не курил, и пытался, как это называется, на диете сидеть. И какую-то он женщину читал, назвал ими фамилию, но мне показалось, скорее всего, что-то еретическое читал, наверное. То есть он пробовал, но у меня появляется вес, начинает расти вес, и он, видать, боится, что вес большой, и он сразу начинает опять курить. Два сына у него, один спортом занимается, каратэ, то есть тот спортсмен, и он не курит. Другой у него спортом не занимается, тоже курит, и он, говорит, тоже бросал курить, но какое-то время, и тоже начинает набирать вес. Вот, и поэтому они никак не могут решиться до конца, то есть они боятся, я говорю, вы боитесь этого веса? Ну, я говорю, вы крест носите? Он говорит, нет. Ну, у меня дома стоит икона передо мной, я говорю, ну, икона, икона, ну и что стоит, говорю? Я, давайте, говорю, у меня есть очень хороший человек, я у него спрошу, что он вам скажет? Вот, как бы ему бросить курить? Ну, видите, он все же вне Бога, вне церкви. Истинного православия, там о табакокурении вы видели? А, ну, я так думаю, может ему распечатать и дать вот этот материал. Дайте, дайте, это неплохо будет, там все взято, количество, смерти, болезни. Тут еще такое дело-то, если он не верит, так ему какая разница? А то он свет коптит, чем раньше умрет, тем лучше. Поэтому вы, главный вопрос делайте на то, скажи, согласно Слову Божию, Павел говорит, вы храм Божий, храм. Скажите, вы в церковь заходите, курить будете? Он скажет, да как в храме Божьем курить-то? А мы храм-то, тот храм разрушится, камня на камне не останется, а за этим храмом Господь придет. И поэтому вы самоубийца, вы прямо напугайте его. Вы самоубийца, вас отпевать даже нельзя. 12 лет жизни уже уходит, туберкулез легких. Что вы делаете? Вы серьезно наступаете на них, не просто говорите, вот я сказала, не старайся казаться хорошей. Ты и так хорошая. Особенно в этом виде, ты просто красавица. Ну платок красивый, но лицо страшно. Ну вот, у нас сестры все так одеты. Ну просто, где бы они ни были, сразу выделяется. Вот мы когда приходим в собор, патриарши, патриархийный, главный собор, люди, а из какого это монастыря? Из какого монастыря? Да не из какого, мы рядом с вами живем, но у нас все, даже девочка грудная, она одета вот так вот, два платка. Ее с детства надо приучить. Я говорю, как же так, мусульмане одеты благочестиво. А ты посмотри на картины Сурикова, Поленова, Репина. Как одеты? А то русская форма. Никогда по-другому. Вот именно вот так одеты были женщины. Посмотри картин, сколько сохранилось с тех пор. Они смотрят и боятся даже. Вот вы говорите, они не принимают. А у нас наоборот. Сестры, которые где бывают, вот так смело говорят. И те бабушки сразу платочки купили. Другого-то они не знают. А ты скажи, главное, это во Христе внутреннее. А от внутреннего отображается на поверхности. Вот какие мы есть. Благочестивые. Старицы должны одеваться там. И дальше апостол Павел перечисляет. И поэтому ваше слово будет уже весомое. Они приняли. Не забывай выйти оттуда и так вот по платью ударить, скажи, отряхаю прах. Отрясаю на вас. До судного дня. Господь говорит, выходя оттуда, отрясите прах. Не забывайте это сделать. Этот прах будет свидетелем. И он может сегодня начать сжечь их сердца. Я вот вчера, когда в храме-то была, но не в свой, в который обычно хожу, потому что у нас здесь исповедь, я же говорю, друг на друга висят, но неудобно. А там очень удобно. Отдельное помещение. Батюка закрыл дверь, можно прям с ним, как говорится, по душам поговорить, исповедоваться. Вот я поехала туда. Народа было, конечно, в субботу утро было очень мало. Меня там поздравили с праздником. Я не могла понять, какой праздник. Приехал дочке, спрашиваю. Она говорит, да мам, на момент второй Новый год. А у меня даже сознания нет. То есть у людей уже настолько Новый год вот это отмечать. А я думаю, об Рязани еще рано поздравлять. Какой праздник, думаю, что-то я просто посмотрела по численнику. Никакого. Скорее всего, то есть настолько, что еще одна звонит, опять поздравлять. Я думаю, может, я что-то пропустила. Я уже численник специально православный смотрел. Думаю, никакого праздника. Ну, думаю, заранее поздравлять. Ну, тоже как-то. И хочу сказать, когда я вот так стояла в этой одежде, конечно, на меня там поглядывали все. Приходят люди. Я так знаю, ну, поняла, что причащаться, но они все же знают. Ходят. Ну, и, значит, одна подходит ко мне и говорит, как батюшку-то зовут. То есть она изо всех выбрала меня. Приняла, скорее всего, ну, в какой-то степени замоначивание, наверное. Ну, как бы вот так я подумала. Почему никому-то другому именно ко мне? А я говорю, я и не знаю, то есть батюшки-то меняйте, я их там сама не знаю, как все их зовут-то. Наверное, она удивилась, отошла. Ну, вот это... И у нас также сегодня я была. Священник ко Кресту подходил, он меня знает, ничего не сказал. У нас с праздником. А все остальные смотрят, так смотрят, им интересно. Вдруг я в каком-то другом видит. Я же говорю, он немножко просто повязывался вот так. А сегодня я решила вот так первый раз. Моя бабулька знакомая подходит и говорит, красиво. Одна у меня, одна у меня хорошая. Я ее тут приглашала на днях, она у меня приходила. Мы с вами, я не помню, какой ролик, мы с ней послушали на часа два. Ей так понравилось, она прямо оторваться не могла. Говорит, как хорошо у тебя, ну, надо домой бежать. Она очень много молится, очень много читает. Каждый час воду Крещенскую пьет. У тебя, я пропустила, я пропустила, мне надо домой бежать. Я говорю, я бы дала тебе воды, но у меня как раз, ну, женские дни были, нельзя мне, говорю, давать тебе. И вот сегодня звоню, сегодня она причастилась, но она живет не одна, с внуками и правнуками. И они, ну, какие-то обстоятельства приходят. Когда я прихожу к ней, мы с ней так по душам разговариваем, и дочка потом высказывает, вот, типа, я там долго мешал, ей что-то зайти надо, но она, то есть я мешаю. И бабушка говорит, все, они все дома, не приходи пока все дома. То есть, как бы вот она, ну, она не у себя в квартире, как бы вот в одну комнату хоть занимает. И возраст у нее, конечно, такой уже солидный, 86 лет. Она говорит, ну, блед, я к тебе пришла. Мне сейчас тяжело ходить, ноги стали болеть, хотя причащаться ходят. Она такая молодец. Она ведь здесь, вот там летом в Дагестан ездила. Ей там так нравится, там так зовут. Она говорит, какое там отношение? Там совсем другое, уважительное. И вот ее зовут туда жить. Я говорю, ну, не надо уже, живи тут пока. Сейчас я еще хотела вам тоже на днях. Я вам о табаке, о табаке постараюсь стихотворение свое прислать. Я в тюрьме там написал. Про космонавтов, которые курят. Так, я немножко тогда принесла, хочу показать вам. Но я не нашла первую книгу. Я все раздала, у меня уже первой нету. А у меня есть вот даже 2014, но это небольшая вторая часть. 2014. Вот я выпускала так, да? Здесь, ну, там, и сноски с Евангелия были. Вот такие там, и сноски, да? Небольшие. Но самые ранние, мне кажется, 2011, наверное. А последняя, она уже вот как бы вот подпроще. Вот уже более-менее солидная. Но я хочу сказать, что интересно, промстил был, я так, Боже, думает, какой. Я сама вообще не думала об этом. Одна женщина, мы общаемся по телефону, когда я уже набиралась с этими местами, общалась со всеми очень много. И вот она настояла, она говорит, стихи, давай напечатай, чтобы у тебя к 50 лет... И так она получилась, к 50 лет уже у меня вот пять раз я пересдавалась с помощью Божьей. Мне было очень интересно. Именно она настояла, чтобы я издала. И вот сейчас еще прочитаю на днях, вот, 10-го числа. Я хочу сказать, как и вы, я тоже бросила, уже не пишу. Решила этим, ну, как бы, не знаю, не заниматься. Думаю, наверное, все уже, остановиться надо. И вдруг, ну, нашло, как я говорю, я не могу уже. И она, когда находит, я уже написала сокровище. Не Бог свое сокровище открыл. Я сайт во свете Библии смотрю. И жизнь мою в миг переменил. О, мой Господь, тебя за все благодарю. Труд лапкиной ты, я воскократце ню. В нем явно виден Божий дар. Христа Спасителя в Игнатии люблю. В нем Слово Божие, вода живая, а не пар. Кто жаждет, приходи и пей. Игнатий брат к источнику ведет. Великий и малый, приходи быстрей. С открытым оком каждой благодать найдет. О, люди, с вопросом к брату поспешите. От Бога на молитве он всем ответ дает. А правды вне церкви православной не ищите. В ее святых таинствах Христос живет. И вот так сделала сновки на Евангелие. Ты мне его скинь. Внизу скинь мне его сюда. Я его в события дня включу. Я не умею. Если сестра сможет, моя подруга. Я с этим не владею. Просто напиши прямо под этим. В скайпе. Я говорю, внизу там специальная площадь, где можно написать. У меня сейчас. Если у вас оно где-то напечатано, вы контрл. Нажмите контрл и с буква русская с. Это копирование. А туда перенесите, курсор поставьте контрл в рядом. И она сразу туда перенесется. Игнатий Тихонович, давайте так. Я приду дома, у меня дочка скинь сделает. Ну ладно, если не знает, пускай там перезвонит. Потому что сейчас она, у нее тоже свои искушения. Она сейчас уезжает срочно на вокзал. Оставляет даже меня одну в квартире. Потому что я пришла к ней, мне нужно поговорить с вами. А она говорит, а мне нужно уехать. Я говорю, а что же мне делать, куда я пробегу? Кто у меня? Потому что дома у меня нету, еще не все приготовлено. Как сказать, чтобы с вами выходить на связь. А подруга живет далеко. И пока я через весь год к ней пришла, она сейчас должна уехать. То есть она торопится. Поэтому это у меня дети дома сделают. Ну с детьми у меня там свои немножко проблемы. Я же говорю, я в однокомнатной. У них свое, у меня свое. Я вам еще хотела сказать. Вот раз я вам показываю, вот раздаю такие книги. Очень хороший мне сын, он служит. Очень мне понравилось. Ну пишут, как они, что. Я так думаю, Ваши же книги были 388 в Трой Сергееве Лавре? Это оттуда принадлежит. Конечно, они брали на исследование. Вот, вот. Они, наверное, прям чувствую, пишут так, что на основе ваших книг. Единственное, что меня смутило, я не знаю, ответить правильно, нет. Вот тут они пишут, азы православного христианства, сама книга, да, Священное Писание. Эммануэла Канта они приводят очень хорошо. Потом дальше небольшой кусочек у меня вот здесь вот пишут. Часто от наших братьев, протестантов, можно услышать критику в адрес православных, что мы мало знакомы со Священным Писанием. Этот упрек тем обиднее, что часто он абсолютно обоснован. Новый Завет нужно не просто знать, им нужно жить и дышать. Постоянно оценивать в свете евангельской истины все наши мысли и постурки, стараясь подражать хоть в чем-то возлюбившему нас Христу, вникать в Его слова, следовать за Ним. В любой книжной лавке при храме, да и сейчас, пожалуй, во многих книжных магазинах можно найти издание целой Библии, отдельно в Новый Завет и, конечно, Евангелие. Существует множество толкований и бесед по Священному Писанию, как древних авторов, так и современных. Ну и так далее. А вот здесь вот они делают сноску. Ой, то есть, вот они пишут, например, часто от наших братьев. Вот слово «братьев» они называют, это правильно? Не знаю, там надо все узнавать. Просто к какому-то явлению подойти, надо узнать происхождение, как связано это с Библией, как связано с отцами, с святыми отцами, с канонами. Вот с человеком я встречаюсь когда, ну люди-то разные, кто-то меня знает, а я кого-то, может быть, знал да забыл. Но я узнать-то, кто он такой-то, какой веры-то? А я никогда не спрашиваю. Я начинаю говорить и наводящие маленькие вопросы, я уже через несколько минут я знаю, он не православный. Дальше я уже сужаю поиск и уже по этому поиску вижу, что это не Баптист, который известен. Я не могу определить в конце, кто он такой, что это новая секта возникла. Они решили мыть ноги всегда перед хлебом, когда ломают, потому что по-разному люди понимают. И понимают часто не связано с законом Божьим. Вот сегодня у меня сейчас четыре, как назвать их там, программиста пришли. И они помогают мне распечатать наш сайт, у меня там очень богатый, почти 50 книг насчитанных. И они работают. И вот, допустим, у меня со Златоустом начитано, это 1262 файла будет. Жития святых отдельно, там уже 700 почти файлов будет. Библия там 76. Это четыре человека работают, один в Америке. И я выставляю сейчас по 12-15 роликов каждый день. По продолжительности это слушать примерно 28 часов в день надо. Это не прослушать, но это на будущее. Я тороплюсь, потому что мало ли чем в жизни будет. И люди сегодня говорят, нигде в эфире, в мировой сети такого нет. Я понимаю, где ты возьмешь, что у меня архивы. Я архивы печатаю с Александром Менем, мы беседуем с Атомом Дмитрием Дудко. Их за миллиарды не купишь. Почему? Потому что нет тех людей. Они умерли. А я ездил по всей стране с магнитопонами. И поэтому у меня архив огромный, просто огромный. Еще не опубликовано 2,5 тысячи часов. Вообрази себе только. Примерно 2,5 тысячи часов бесед с писателями в литературном институте, там я где стихи читал. Я вам постараюсь сбросить мои стихи, которые поются на песнопениях. Вы только нажмете, и сразу зазвучит исполнение. Исполнение. То есть это, ну, там немного, их может быть 60, так вот, стихов. Ну, вот сейчас плохо то, что у меня компьютер у детей, а я с планшетом сижу. А планшетом сложнее пользоваться. Чуть не так нажал, уже сбивается. А ждать, когда их нету, ну, когда воскресенье. Вот сегодня выходные, они дома. Следующие выходные, надеюсь, они уезжают на свадьбу, я вот одна. Вот уж тогда я посмотрю. Ну, у меня много, конечно, уходит на ваши ролики время. Вот сегодня я кусочек посмотрела, мне очень понравилось. Игнатия Бринчанинова, там вот ваша беседа. Беседа с инвентистами начала. Архив номер 124. Очень интересно, мне понравилось. Ну, я прослушаю. Вот, еще, сейчас вспомнила женщина одну, у нас разговор был. Ну, когда я дежурю, у меня как раз вот в следующей неделе дежурная, и вот это удобно, я использую ее как раз общаться. Можно будет как бы проповедовать с людьми. Ну, использую Евангелие, как я говорю. Вот, благодаря вам научился, легко запомнил. Например, Евангелие Анна 3.3. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно, говорю вам, что не родится свыше, не увидит Царствие Божие. Там Анна 12.48, отвергающий меня, и не принимающий слов моих, имея судью себе. Слово, которое я говорила, оно будет судить его в последний день. Ну, и так далее. Вот я вам говорила, где-то 14 месяцев я изучила, мне это нравится, вот пока я хожу там, мой, про себя это часто повторяю, чтобы не забыть, потому что память-то плохая. Ну, и вот так же стояла на вахте, разговаривала, вдруг, ну, случайно, не случайно, там дома промыслительного, стоит одна женщина и говорит. Происпред начала спрашивать. А я говорю, а ты ходишь, она к даму, но не хожу, по молодости, был какой-то случай. Она пришла, она к священнику плачет, у нее там что-то, ситуация какая-то сложная. Он начал что-то ее интимное там спрашивать, ей не понравилось, и как бы она сказала, запах немножко, то есть он выпивший был. Она говорит, я свое, и... А он что-то опять у нее спрашивает. Она уже не выдержала, она говорит, батюшку, вы сначала похмелете, а потом на нее говорит. И ушла. То есть она с этим ушла, и уже сколько лет она не приходит в храм. Ну, пришлось ей объяснить, что забыть это все, уже давно пора просить батюшку, но было, было, мало ли что было. Может, он был просто после причастия. Бывает такое, показалось человеку, что якобы он выпил. Ну, то есть как бы она судила. Я говорю, не надо было это делать, тебе нужно обязательно идти на исповедь. Ладно, ладно, она так обрадовалась, но вот я ее сейчас не вижу, попадется, если она... Чтобы вернуться к этому разговору. Сегодня буквально я пришла из храма, Игнат Тихонович, очень интересно, мне, значит, прислали телеграмму. Сейчас дословно прочитаю. Викторина Геннадьевна, я узнала ваш адрес, оплатки на ИТ. Пожалуйста, перезвоните или напишите мне. Номер Уьянский, Ксения Юрова. Она дала свой номер телефона, и я хочу спросить. То есть кто-то на вас вышел? Спрашивал у меня адрес? Наверное. Она, кажется, в Америке живет. В Америке? Да, она очень полюбила вас, и говорит, мне так охота поделиться с нею. А, а я-то обрадовалась. Почему она пишет Ульяновский номер? Я подумала на одну девушку молоденькую, которая вышла замуж, жила здесь, читала мои стихи, уехала в Москву. Я думаю, наверное, московский не стал, дала Ульяновский номер. А я тоже Ксению звали. Я думаю, это, наверное, она. Ну так обрадовалась. Сейчас мы познакомимся, будем общаться, кто-то рядом пойдет. Оказывается, это в Америке, да? Она спрашивала меня. Я, когда с вами разговор-то прошел, она послушала, ей сильно понравилось. Она говорит, дайте мне адрес. Я говорю, у меня нету. А потом посмотрел, где книги-то, я же учет веду, кто книги-то выписывал. И адрес ее давал ваш адрес. Так что у вас новые друзья появятся. Теперь слушай внимательно. Вот когда я сейчас закончу разговаривать, никуда не отходи. Тут же на этот скайп я скину внизу материалы. Как проводить эти беседы? Все остальное пока держи, что имеешь, и начинай беседовать с людьми. Скажи, Господь спрашивать будет со всех, знал ли ты Слово Божие? Иоанн Златоуст говорит, не считая, ты не знаешь. Вот начни, главное, ты не считаешь. И ты не знаешь. А не зная закон, ты нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь. И все от того, что ты не считаешь. Вот. И поэтому мы должны собираться вместе. И у вас будет коллектив. Маленькая община внутри прихода. Приход это не община. Община это все общее. И тогда священник увидит, как это хорошо, и сам может вам помогать даже. Вот вы, получите материал и пособие по исследованию, по изучению Евангелия от Марка. Очень сильное. Многие души нашли Христа, когда занимались этим. Вы всякие вопросы люди задают. Вы вот когда наберется, некоторые скажите, давайте лично придете и сами зададите, а не чтобы с вами были. Попроситесь, вот где находитесь. Они планшетом с телефона крутятся, а тут у нас нормально видно, все как положено. Вот. Последний ролик сейчас стоит, я буду утром вставить, и он дальше отодвинется. Там написано биография Игла Игнатия Лапкина. И человек этот, который пришел, помогает Новиков-то, он материалы от меня получил. И теперь сам будет около девяти роликов из книги для слова «Боже не туз». Там в каждом будет около ста фотографий. И далее из этой книги все, ну просто идут страницы, и ты сиди, если не успеваешь считать, ткни, она остановилась, в любом месте курсор поставь, он сразу встал, досчитал, отпустил, страница сама пролистывается, еще и музыка играет. Люди какие пришли, помогают. И вот мне сегодня только написали, опять новый человек, неизвестно, где он живет. Новые, новые люди приходят, находят Бога через наши ресурсы. Игнатий Тихонович, вот я что хочу сказать-то. Многим не звонят, поздравляют нас сотовый и никогда не подписываются. Я говорю, вот люди интересные, вас много, но когда я набирала, скажем, с этими местами я ездила, сейчас только у меня одно место, любимое, но как бы батюшка там, я жила с его совета, он же тоже 83 года, место он, как говорится, очень сильно прославил, там иконы, источниками, монастырь, все он своим трудами, он сиротца, родители не умерли, он как бы плотничал, тоже сам дом построил, храм построил, то есть он все это организовал и, сказать, метрофорный протырьей, протырьей, то есть к нему тоже со всей страны едут, и есть даже, мусульманин обратился в православие туда, приезжал, но с ним сейчас сложно, как бы поговорить, возможности нет, я же приеду на исповедь, интервью и бегом назад, но они тоже там пять часов у нее литургии, как бы идет, но в основном все на исповедь к нему, его почитают, как бы заторглавливого такого, вот, когда я летом-то как-то в оглашеных отдел, я приезжала, меня тут знает, меня там молит, он благословил, что я приезжала, любила, но я приезжаю, не подхожу, а у меня тут еще искушение было, у меня как не приеду, нечистые, ну, это, женские дни, и вот я говорю, ну, надо же, и подойти не могу, и делать ничего не могу, у дверей, но мои-то ходили, исповедь, причащались, потом, значит, я чувствую, он как на меня поглядывает, поглядывает, не может понять, почему всегда приезжал, впереди всегда исповедь, исповедь, причащался, а тут вдруг нет, потом, последний раз, когда уже крещение приняла, я уже счастлива, поехала, думаю, надо батюшке-то подойти на испыта, он же такой довольный, счастлив, обрадовался, я ему объяснила ситуацию, говорю, вот так, так, но сказать еще вот не могла, сейчас думаю, вот ты старый, как это все, в двух словах же не скажешь, а у него столько народа, и все к нему, но он мне последние слова было интересно, он сказал, и послушать меня назвал, я думаю, не знаю, что он имел в виду, что он там хочет, или, говорю, на самом деле, он что-то предвидел, как бы, я уже послушаю, не отца Кирилла, как бы, как бы, но он меня там благословил по храму помогать, ну, раз говорят прозорливый, может быть, на уровне там духовном, что-то он это увидел во мне, но я тоже много стихий ему там посвящала, молимся друг за друга, но официальным духовником он моим не стал, то есть я жила с его совета, вот, что хотела сказать, вот, мне, я так думаю, Господь устроил, что когда я набирала, с этой места, очень много людей было, но много людей ушло от того, когда я домашний сотовый отключила, на домашнем было мне общаться легче, можно говорить, как это долго, объяснять, а на сотовом-то много не поговоришь, и люди еще, которые остались, но они не все у меня записаны в сотовом, и поэтому, если меня поздравляют, а я ответить не могу, я писать на сотовом не умею, и поэтому даже сейчас в Америке, она мне говорит, напиши, многие даже будут спросить, я писать на сотовом не умею, не учусь, потому что он у меня очень маленький, неудобный, мне проще печатать на компьютере, сидеть в одноклассниках я не сижу, и время терять на это не буду, то есть я, скорее всего, выходить-то я и не смогу, это и времени нет, и потом, понимаете, у меня зал, у меня сейчас там дети, как бы зять с дочкой, он принадлежит им, компьютер как бы на какое-то время им, сейчас они у меня будут жить года полтора, пока у них дом не построят, они не уйдут, и видите, в чем проблема, я живу на кухне, можно сказать, да, и пригласить-то к себе лишний раз не могу, единственное, я приглашаю к себе в пользу, когда дети у меня уехали, на выходные, я рада бы себе пригласить, вот организовать, тоже Библию читать, и все, теперь уже думаю, вот какой-то промысел Божий, я уже и рада была принять к себе, потому что сын у меня уехал, служит в армии, а видите, у меня дети как бы мешают препятствовать, ко мне, что интересно, многие хотят прийти, и как бы если я приглашала, но к себе никто не приглашает, и тут у меня только одна подруга, но опять-таки я не могу пользоваться ее, как бы, что у нее чужих людей, я в тот раз, вот пример, сестра, как мы с вами поговорили, приехала сестра, она немножко опоздала, и не участвовала в беседе, но мы с ней, наверное, целый час тут посидели, подруга предоставила возможность, оставила нас одних, мы пообщались, вот, но я ведь не могу использовать чужую квартиру, как бы, да, вот мне неудобно в этом смысле, так что намернее есть, приглашать и изучать Евангелие, но пока вот как-то обстоятельства, вот пока такие. Так, слушай, вот эти слова забудь, обстоятельства, комната маленькая, люди наследят, ну, что-то мне некогда, это не работник, у тебя одно, Христос, все остальное умерло, я умер для мира, и мир для меня, Павел говорит, я сораспялся Христу, поэтому начинать, приглашать к себе, а кому ты будешь знать, ну, после можно там, говорится, чаю выпить и все, но сначала давайте мы разбирать, ну, сколько вы сами смотрите, по часу, больше-то не надо, и какие вопросы вы, то увидите, как пока закончите, люди прямо меняются на глазах, чтобы они приносили Евангелие, или Библию, и считали, какие места там указано читать, не пропускать ни одного места, и по каждому вопросу, чтобы был человек, знающий Писание, и мог разъяснить, может быть один все время, а может быть по избранию, там бывает несколько знающих, там все сказано, так что начинай работать, начинай работать, иначе так одна и будешь ты, Я думаю, толкование, это лучше вас читать, новый завет, толкование Блаженного Сихелакова. Да, именно по нему, вот когда там будете считать, и какое место Писания, его открывать надо по трехтомнику, в трехтомнике считать, когда там написано, вот пособие по изучению Евангелия от Марка, и там говорится, место указано, первое Коринфянам, а ты сразу открывай второй том, и там написано, и читай, скажи, вот как оно надо понимать, все, никаких суемудрых мыслей не надо, это у сектантов, они дробятся, вот я понимаю, так, так, прямо считай, никаких споров, никаких вопросов, это уже установлено, церковью принято толкование, это уже никуда нельзя от этого отойти, оно единственное, которое нам досталось в наследие. Вот так. Я сейчас, хотел воспользоваться моментом, сейчас быстро передать поклон, может быть, кто-то увидит, услышит, я стараюсь на молитве, конечно, вспоминаю много, у меня сейчас, и вот, как говорится, кто-то отец Николай остался, куда я ездила, потому что уже тоже за них молюсь, меня там знают, конечно, духовный отец, мы сейчас, и, грубо говоря, Кирилл, поминаем всех там, кто сестра-братья на перстеневке, и, конечно, вас, вот, Никите Колесникову, Володе Пащенко, Юрию Соболеву, Максима Степаненко, Галине Блеской, Серафиме Гавриловне, поклон Сергея Суглидара, Рахиля из Казахстана, кстати, у меня муж там в свое время родился, жил, ой, забыл, как город, ну ладно, уже не важно, родители жили, свекровь здесь, свекру уже умер, но родился у меня там муж, в Казахстане, и было какое-то время, как бы, притеснение, гонение, и поэтому родители сюда приехали, вот, а так они там жили. Понятно. Понятно. Так, давайте, в следующий раз, когда придете, вы сначала мне напишите внизу, я чтобы узнал, могу ли нет принять, бывает, кто-то приходит, а у меня в это время разговор идет, в это время там занятия идут, я никак не могу прервать там, чтобы я мог ответить, или не отвечаю, значит, у меня или дома нету, или я там где-то чем-то занимаюсь, я не все время тут сижу, а то так на меня выйдете, а меня нету, у вас могут мысли закрутиться, что я не желал вас слышать, или что-то, это не будет соответствовать действительности. Ну, я вот сегодня пришла, еще ничего не успела, я же не умею, а подруга зашла и говорит, Игнатий Тихонович, сейчас там, ну, как она, я же не понимаю, то есть она увидела, что вы в интернете, я говорю, да ну, не знаю, я никак не пойму, время какое, вот у нас сейчас, час десять, у вас сколько время? Сейчас мы посмотрим. Я что-то никак путаюсь с этим временем? Ребят-то нету, они убежали у меня на проповедь. Четыре часа, четырнадцать минут. А у нас час, это получается три часа разница. Ну да. А, три часа. Вот и делайте поправку на три часа. Так. Твердо держи, твердо держи. Благодарение Богу, чтобы молитва всегда была с благодарением. Благодари за то, что дал тебе веру, и дал веру православную, и крепко этого держись. Другого спасения не ищи никогда. Кто-то хорошо говорит, кто-то хорошо тебя одаривает, хвалит там. Самое главное, не потеряй веру православную. Иначе уму просто не хватит жизни, чтобы разобраться во всем. Святые уже разобрались, они все написали. Нам надо принимать, запоминать и нести эту весть другим. Не колобродить умом. Сейчас много людей, которые... Я никому не хожу. Мы ученики Христовы. Учеником Христовым в мире ты не можешь быть без Бога, без Христа, без церкви. Ты сделаешься учеником врага Божия. Поэтому твердо держи себя за основание. У тебя такое сокровище сейчас есть. Я сейчас скидываю вам материал сразу же. И, знаете, еще раз вам хочу сказать. Вот сейчас вы скиньте материал на этот адрес, но вы, пожалуйста, скиньте еще раз на мой. Я, наверное, к вам... Конечно, конечно. Потому что у меня в почте дома на компьютере, чтобы тоже было... Он вам может распечатать его. Я здесь брошу. Ему скажите, распечатайте этот материал. Если у него есть ксерокс, то он распечатает и все. Дело в том, что сейчас подруга, как вам сказать, она постарше меня. С компьютером она тоже не очень дружит. А у нее дочка вышла замуж, уехала. Сейчас она тоже осталась одна. Вот у нас проблема. Мы такие возгремочные. Я слово проблемы не употребляю. Слушай внимательно. Никогда. Никогда. Это нерешенный вопрос. Так, ну все, я ухожу. Давай, простимся. Я тут кое-что скину. Постарайтесь сейчас посмотреть, взять. А потом дома оттуда мне еще скинете. Уже по скайпу не заходите, а просто дайте знать. Я увижу. Я вам еще что надо скину. Все, пока. С Богом. С Богом. Все, с Богом. С Богом. Отключайте. Я не умею отключать. Откруйте. Вот. Вот. Раз и все. Та раз и все. Та раз и все. Так. ир was.